Совет по вопросам безопасности, противодействию коррупции и экстремизму в Северо-Западном федеральном округе прошел в Санкт-Петербурге. Участие в нем принял глава нашего региона Игорь Кошин. На заседании Совета речь шла о совершенствовании деятельности органов государственной власти субъектов и работодателей по соблюдению законодательства, регулирующего использование иностранной рабочей силы. Оперативная обстановка и миграционная ситуация в Ненецком округе в целом характеризуются как стабильной и контролируемой, отметил Игорь Кошин. Основной целью наибольшей части въезжающих в НАУ мигрантов является осуществление трудовой деятельности на территории региона. Это связано с развитием нефтегазового комплекса в качестве базового сектора экономики региона. По данным Федеральной миграционной службы России по Ненецкому округу, в этом году на территории региона поставлено на миграционный учет 1828 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них первично 1185 человек. Наблюдается рост количества граждан, приезжающих из стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии и Азербайджана, а также приезжающих из стран дальнего зарубежья – это Китай и Вьетнам. Вместе с тем наблюдается снижение расходования квоты на привлечение использования иностранных работников, например, за первый квартал этого года на 10,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. За ходом совещания следил и наш корреспондент Олег Катанзийский. Он с подробностями по телефонной связи из Санкт-Петербурга с нашей студией. Ему слово. Почти за два года в Северо-Западном федеральном округе сотрудниками ФМС было выявлено 140 тысяч незаконных иностранных работников. Сумма штрафов – почти 500 миллионов рублей. На совещании отметили необходимость построения прозрачной системы действий органов власти и предпринимателей, которые берут на работу иностранцев без нужных документов, тем самым нарушая закон. В итоге участники совещания, в том числе Игорь Кошин, приняли решение, направленное на совершенствование мер по реализации миграционной политики. Аппарату полномоченного представителя президента России по Северо-Западному федеральному округу поручено организовать контроль за их исполнением.